Музыка 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 Ну так, чтобы понятие было, наглядно, да? Вот железные дороги это, ну, коленосная система, скажем так. И потому что 80% грузов переводится по железной дороге. И пассажиры тоже, 85% пассажиров сейчас ездят по железной дороге. Ну а там остальное, автомобили, самолеты, это само собой. Ну, в основном у нас, ну, страна такая, шестая часть Суши почти что-то. Ну, была раньше, шестая часть Суши, но это тоже не так. И если вот проводить приватизацию, рационирование железных дорог, по той программе, которую правительство предложило в первом чтении Думы Украины, то получится, ну, это с человеком, с раной, это то же самое, что взять уже больного человека, но он болеет, там, я не знаю, гриппом, там, еще чего-то, ну, не опасно, в общем-то, болезнь, но лечить. Взять его просто насильно, в виде прививки, заразить ликемией, ну, рак крови, да? Которая не лечится этой болезнью. И потом, кроме того, что он уже будет заражен, да? То есть проводится уже сейчас эта программа, она... Сейчас чуть подробнее я не расскажу. Потом, после этого, когда он уже, болезнь будет чуть не в последней стадии, взять и начинать ему перерезать. Ну, вот это вот сравнимо. То есть если у ЖКХ, это... Ну, взять и снять из него рубашку, поставить, чтобы майки. Ну, он не помер, то есть и организм особого вреда не принесет. Так вот тут вот именно вот такая вот система. Ну, это если страну, человеку, страну. Теперь, значит, коротко о программе. Она на три этапа разделена. Сейчас будет завершение. Первый этап подходит. Первый этап – это подготовка базы. А вообще их всего три. 2001-2002, до конца 2005-го, до конца 2010-го. Ну, все это рядом. Вот первый этап – подготовка базы, в том числе законодательной, для проведения, реформирования, акционирования. База подготовлена практически, если думал, до конца этого года, программу эту примет, примет, с какими-то, ну, то есть, чисто такими, не затрагивающими суть этой программы, то, значит, потом пошло это дело в полном ходе. Сейчас уже практически везде подготовлено разделение. МПС отдельно, АО РЖД отдельно. То есть, командные функции МПС, хозяйственные, АО – это РЖД. И в виде эксперимента, вот на нашей Октябрьской дороге, она самая крупная в стране, АО ОЖД уже будет, с 1 января. Готовятся документы, готовятся там, вот, то есть, есть уже управляющий АО ОЖД, пока еще в резерве начальника дороги, но он уже практически совершенно другой человек. Дальше, что еще программа предусматривает? До конца 2005 года сократить 500 тысяч на год. Вот, где-то около 500. Ну, на сегодняшний день работают люди, в общем-то, на износ. Нет инструментов, нет механизмов, нет материалов. Укомплектованность от 30 до 30 процентов. Причем, заработная оплата не повышается. Хотя, в коллективных договорах есть пункты админициации зарплаты, в админициации задержанность зарплаты. То есть, многое, все это есть. Если у нас инфляция ноль, сейчас, теоретически, ну, то есть, по данным госпонстантов, ну, естественно, как эти данные делаются, то есть, понять можно, да? Если смотрим, цены растут, то инфляция будет. То программа эта будет притворяться в действии, неважно даже, что там мы решили, что там, железнодорожники решат, еще что-то. Пока население не станет активно противодействовать, то есть, ничего не будет. Вот яркий пример, да, в Великобритании. Просто вот буквально недавно, сколько, две недели назад, приезжали как раз в Великобритании там, то есть, ну, в последнем, и говорили то, что у них сейчас есть. И в ноябре тоже приезжали, то есть, и с дороги, ну, на рядовой, да, кто машинист, кто... Так вот, сейчас там больше 70% населения против периодизации, которая уже прошла. И половина-полагина почти, там у них было 220 человек, вот 100 человек против, тоже за национализацию. Она там разбита на три крупных компании. Вот самая крупнейшая из них сейчас уже ждет подготовка к национализации. Что такое национализация? Это то, что когда-то, по дешевке за наши деньги частных купил, потом выдавил все соки, а потом уже вот выжатый лимон в три раза дороже продал государственно. То есть, опять же, за наши деньги. Вот это национализация. То есть, смысл ее проводить, ну, никто не видит нормальные люди, видят этот смысл только те, кто ее проводит в реформу. Потому что для них это бешеный прибыль. Для власти это бешеный прибыль. Ну и все. Останем одни уроки. В том числе пассажиры. То есть, и все мы, естественно, пассажиры. Потому что на электричество ездили, на поездах мы туда тоже многие делают. На поездах. На самолеты денег не хватает. И поэтому мы уже неоднократно проводили всякие мероприятия, там, митинги, там, фикеты. Там какие-то предупредители, в Востоке. И вот 10 октября тоже одно из мероприятий. То есть, в Москве, в доме правительства, в Питере, у законодательного собрания. В других городах, там уже неважно идет, потому что там никто вообще никаких решений не может принять. Местные власти. И если не примут на них, никто не может. Там просто, чисто для того, чтобы показать населению, что есть проблема, надо ее решать. Надо ее решать вместе. Если вместе не будем, значит, проблемы это не будет. Ее решат те, кто ее создал. Вот. И все. Ну и что еще приняли? Приняли мы обращения. То есть, обращения. Кому? Президенту Путина, депутатам Госдумы. Вот. Оно не от кого-то там, не от профсоюза, в Москве. Ну, вот тут все, что я прочитаю, коротко. Мы, граждане России, обращаемся к вам в связи с проводимой в настоящее время структурной реформой на железнодорожном транспорте нашей страны. Мы понимаем, что настало время преобразования на железнодорожном транспорте. Местные власти сообщения руководителей железных дорог не обеспечивают нормальную экономическую рефимацию деятельности автаспорта. Не обеспечивают им же определенные условия транспорта железнодорожного. Следствием чего является большое количество несчастных случаев в производстве аварий, крышения значительно оттокуса, квалифицированных кадров и многое другое. Из-за низкой заработной платы и отвратительных условий труда рабочие места в основной специальности не восполняются молодыми специалистами. Железнодорожный транспорт необходимо реформировать, но не путем приватизации. Само понятие реформы предусматривает изменение положения к лучшему. Частные завладелы предприятия железнодорожного транспорта заинтересованы только в одном – не в решении проблем железнодорожных, не в удовлетворении потребностей граждан России, не в укреплении обороноспособности страны и безопасности государства. Железные дороги со всей их структурой должны оставаться в собственности государства и управления. Только государственные железные дороги могут обеспечить национальную безопасность и обороноспособность страны, безопасность пассажирских стран, свободное передвижение пассажиров и перевозка грозов по территории страны, регулирование государством ценные тарифы, вход инвалидам, демоксионерам и другим категориям граждан, безопасность и нормального слоя труда жильцодорожников, гарантия кредиторам и инвесторам. Акционирование железных дорог и предприятия железнодорожного транспорта и последующие их распродажи частных владельцев. Возьмите большими экономическими и социальными учреждениями для России. Опыт приоритизации железных дорог и делал положительного результата ни в одной стране, ни в той же подобной форме. Учитесь на чужих ваших путях, не допустите приоритизации железных дорог и России. И дальше таблицы. То есть фамилии, имя, отчество, профессия, должность, адрес или паспорт. И данные и подпись. Я предлагаю всем вам, кто захочет, это, естественно, заполнить таблицу в городе сейчас, в Питере, в Москве, в той же самой таблице. Ну, то есть у населения, у работы, то есть проводится вот такой вот обрушенный под подписи под этим обращением. Что мы потом сделаем? Потом мы обращение, то есть, ну, пакетами, пачками. Отправили для каждого, я сама себе, пищу, вот, подполковнику и в Думу, вот, в Дому спикеру, там, пусть уже Думы. Другой вопрос, что они, может быть, никаких, там, я не буду принимать, ничего такого. Но факт, что будет копиться вот это вот, то есть потенял, вот это есть, вот это есть, вот это есть. То есть и Дума сегодняшняя, не вечера, то есть в декабре следующего года он будет выбирать. И президент этот, которому 30 лет будет, тоже не вечера. Неизвестно, выберут его там, в марте 2004-го, или выберут кого-то другого. Вот, это, опять же, зависит от кого. Ну, то есть от активности населения, то, что они там бабки какие-то большие, это само собой. Ну, таких примеров, когда вкладывались большие бабки, а получалось не так, как хотелось, много. И никакие там избиркомы, или что угодно там, ничего сделать не смогут, то есть, если действительно, там, много людей на выборы придет, и так далее. Ну, пока люди не поймут, что вот это вот касается и всех, и реформа там, жилищных, и еще что-то. Вот, и в том числе, вот, акционирование железных дорог. Вот. И не будут вместе действовать за что-то, ну, чего-то добиваться. Тут, например, вот, пожалуйста, наши же, где мы забрали, да, Красная Сома. Вот. Когда-то это было бы, если зашли предприятия. Сейчас это акционерное общество, да? Да. И 51% это хорошо? Хозяин вашего? Или больше? Контрольный пакет. Контрольный пакет акций, короче, у вашего хозяина. То есть я имею в виду тех, кто работает на красном зале. То есть вы работаете на хозяина. То есть не на государство даже, которое тоже большой хозяин. А вы работаете на дядю, который может вас высказать, когда захочет. Который может в следующий раз, когда вы будете подписывать в ГИЛИКТЕМЕ договоры, поставить условия своим этим генеральным директорам и прочим, чтобы они подписали только то, что записано в Трудовом кодексе. Который может через своих там представителей, которые его интересы лоббируют, сдувать. Сделать так, что изменят и этот Трудовой кодекс. Еще худшую сторону. И то есть вы будете на него пахать, то есть как работа. А если бы вы вместе когда-то в свое время не допустили этого, и попросили бы, ну то есть обратились, и было бы вот это действительно солидарность к тем же вершинам Питера, еще куда-то, к другим там, к автомобилистам, добиваясь к железнодорожным, ко всем. И мы тогда были бы сильны и вместе добивались этого. И не было бы у вас акционерного общества. И не было бы в порту, в любом, что в Мурманске, что в Питере, там акционерных обществ. И не было вот этих 30 стивидорных компаний, а был один порт. И было бы намного проще. И так же и на железной дороге. Но только вот если в Англии, ну в Великобритании, в пять раз количество крушений увеличилось, то в Великобритании так, островок небольшой, и там развитая сеть автомобильных дорог. И у каждого по одной, по две машины. И он может сесть на автомобиль, может чуть больше проехать, будет безопасно и скомфортно. У нас насчет машин проблема. Но это ладно бы еще. У нас насчет дорог проблем автомобильных. И с Питера до Владивостока доехать на собственном автомобиле, это и намного дороже, чем по железнодорожному транспорту. И повесишься по таким дорогам ехать. Да еще 40 раз остановить. Не только горячий. Неизвестно, потом может пешком поедешь, потому что без машины. И вообще, ну это не выход, ехать на свой автомобиль, готового нет. Это касается всех, но все вот так вот смотрят, а это железнодорожники, боятся собаки, что их там посокращается, зарплаты им уменьшат. Да мы не боимся. Нам по барабану. Без нас никто эту дорогу делать не будет. Без машинистов никто по вас не поведет. Если не будет путейцев, поезда будут падать сплошь и рядом. Поэтому они до минимума, конечно, сократят. И мы в основном оставим. И те, кто в профсоюзах, а у нас сейчас постоянно, люди-то идут к нам в профсоюзы сейчас в баллы. Почему? Потому что знают, что у нас стопроцентная гарантия от сокращения. То есть членов нашего профсоюза не сократят. И не уводят. За пьянку и за прогулку. Легко так. Мы никого не принимаем. Мы говорим сразу. Если человек на работе пьет, если он прогуливает, значит, ему лечиться надо. А не в профсоюз вступать. Неправильно. То есть, а в отличие от того, профсоюза, распорожевого ФСБ, где пьянь всякого, который не писал заявления никогда, взносы с него стрясают, он говорит автоматом. А почему не полегают, я не пойму. Вот это ладно, это опусть. Им управлять легче. Пьянся. Раборщикам. И не тем, кто боится начальника. В конторе сидит. Я когда пришел на наше предприятие, в переводном, то есть в метрополитене, работал 13 лет назад, у нас было 917 человек на нашем предприятии. И 22 человека в конторах. Сейчас у нас 512 человек. И 53 человека в конторах. Только сейчас уже компьютеры поставили в каждый кабинет. Практически каждому, кто там сидит. Они там в карты играют, сидят, еще что-то. И постоянно там у них это неправильно, это неправильно, ошибок целых. А раньше не было. И что? Что изменилось? Работы стало меньше? Нет. Работы столько же. Только машин стало меньше. Малой механизации стало меньше. Материалов стало меньше. И относительная зарплата тоже меньше. Смотрите. Это почему? Потому что тогда они понимали, и сейчас многие не понимают, в чем смысл профсоюза, в чем смысл объединения. Вот мы резолюции, конечно, выносим. Но вот я не знаю. Резолюция еще одна, я так думаю, нужна. Что пока мы все не объединимся и не поймем, что у нас сейчас уже классовые противоречия. То есть вот этот вот, который, ну, вчера говорилось, класс, которые были в скорлупе, класс эксплуататов, скорлупу скидывали, вот и все. Вылупились из яйца. И стали в наглую, потому что молодые, прожорливые, стали в наглую все грести под себя, как улица. А народ, как был инерт, так и остается. Очень тяжело пробуждается. Тоже плохо. То есть вот это вот надо доводить до всех. Потому что вот что мы сейчас делаем, то есть бьемся так, втихаря там, по углам, это мало что даст. Ну и, то есть газета у нас наша есть, я не знаю, вчера все, кто мог, в принципе, взял. У кого было желание, прочитали. Поэтому там, в общем-то, в основном все написано. Кроме того, что вот, допустим, чтобы уничтожить первичную, крупную первичную организацию АПБЖ, то есть это действие работодателя до обзормируемого, что сделали? Вместо того, чтобы в Волхострое, ну и станция такая есть, город Волхо, сделать пункт стыковки, он бы один тогда был на всю Октябрьскую дорогу. То есть перехода с переменного тока на постоянный. Сделали в Бабае, где делать ни в коем случае было нельзя. И сейчас чуть-чуть увеличилась грузопряженность. И заторы там, и стоя с этой стороны. Потому что там невозможно было. Теперь делают в Свери, два пункта. То есть это бешеные потери денег. Говорят, денег у нас нет. А куда они деваются? Вот сюда. Вот это, как называется, станция, где... Ну, Николай палец положил, и вот это вот, где стремление делают. Между Питером и Баском. Ну, конечно, не суть, как она называется. Это все равно легенды, никакого пальца не было. Но было бы так вот. Выставка. Спремление сейчас сделали. Но перед тем, как делать спремление, за 3-4 года там положили новые рельсы. Зачем-то закупали из Японии. В 3,5 раз дороже, чем наши. Там построили новые подстанции. Ну, это для... Ну, понятно, что... Среди 3-4 там контактные сети и прочее напряжение, да? Они питали полностью весь этот участок. То есть новейшее оборудование, утопленное в подвалы. Евроремонт сделали, вроде бы как, для работников. Нормальное помещение, хорошее. Ну, и что? Сейчас там все разбивают. Ну, кувалтами буквально. Рельсы пилят, автогены режут. И увозят, сдают. Все эти шкафы... Ну, они называют там шкафы. А на самом деле там такие муки здоровейные. Ну, вот видели, может быть, что много изоляторов там стоит. И так они. Так вот они были в земле. Ну, то есть в бункерах. Их тоже все разбивают. Один изолятор стоит полторы тысячи рублей. На этом шкафу этих изоляторов 50 с чем-то. А шкафов этих там засунут. Ну, это мелочи. Там цветные металлы, там драгметаллы тоже есть. Ну, в оборудовании. Все это просто так, как металлолом, быстро сдается местными начальниками. Потому что руководство дороги по барабану. Для них это не деньги. Это наши деньги, ваши деньги. И так везде. А говорят, денег нет. Хотя прибыль в 99-м году была, ну, довольно-таки, ну, относительная. И всем работникам заплатили 13-ю зарплату. То есть, я считаю, там, 3-й недоста ряда. В 2000-м году на нашей дороге прибыль была в 3,2 раза больше, чем в 99-м. Вот так. Никому ни копейки не заплатили. В 2001-м году еще на 25-м прибыль была больше. Ну, естественно, тоже никому не заплатили. Что будет в 2002-м? Ну, насчет зарплатят все понимают, что да, вам не повезло. Потому что акционирование, нужны деньги. Ну, тем, кто будет акционироваться. И власть, естественно. И уголовство. А работе это зачем? Вот. И сейчас это уже процесс-то идет, уже первый этап завершается. Так вот, как они сейчас делают соглашения? Зачем выплатить кому-то деньги? Там, хотя бы трехмесячные зарплаты. Не надо. Путем естественного оттока и временного запрещения приема на работу. Естественное отток. Зарплату меньше платить, задерживать зарплату. Условия, когда создавать их, можно хуже. Человек и так уйдет. Кто уйдет? Молодой, который недавно пришел, потому что он найдет лучше работу. Ну, в Питере возможность. Пока есть. Пока. Первый специалист высокого федерации, потому что он знает, где еще. Ну, где-то с руками оторвут. Тот же частник. Сейчас очень много частных компаний поделочков. Потому что больших 60% в парках специализированные вагоны. Цистерные почты. Они уже в частных местах. Вот он. И те пока специалистам, которые к ним приходят, платят больше. Относительно больше. Вот и все. Поэтому. Это вроде вчера вы говорили, одинаково. При входе в ЖКХ, при входе в ЖКХ. Да нет. Одинаково. Это не совсем то. Вы куда пришли? Я вас сюда. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот, в принципе, и все. Пусть вопросы есть. Потому что, если кто-то там не читал газеты, значит, ему просто неинтересно. Ну, смыслами это даже и отличать. Потому что, ну, человеку неинтересно. Значит, все это представляет сам себя, и ему неинтересно. Если человек представляет организацию, то есть газету, скорее всего, еще вчера прочитал. Какие-то вопросы были, значит, что у него есть. Если в ходе того, что я говорил, то я буду сдавать и отложить. Ну, да. С вас. На ваш взгляд. Кому обратиться? К организации. Да мы обратились к кому могли и будем, да, обращаться. Это не последний день. И в любой момент это можно все повернуть. По клиптации. Верно? То, что я говорю, допустим, что вот это бесполезно, а это бесполезно. Ну, это вертажный устроен. Вот, складный характер такой. Я многое все верю. Вот это все сведняет. Возможно, однако, мы делаем столько, чтобы, кто говорит возможно, удивляясь. Что можно сделать? Ну, во-первых, ко всем профсоюзам мы обращались и всегда продолжаем обращаться. Мы обращаемся ко всем партиям, любого только, неважно. Даже если, там, те же СПС или тот же Жириновский, там, социальной командой, что-то предпримут против вот этого. Для улучшения имиджа своего. Для повышения рейтинга. Да и флаг там в руки, молодцы. Сегодня вы молодцы. Вы нам помогли. Завтра мы вас узнаем, но это уже будет завтра. Но сегодня вы нам помогли. И другим помогли. Населению помогли. Вы вот говорили, да? Что Олег Васильевич. Шея, да? Он внес. Это, ну, альтернативный проект. Он помог? Многим помог. Многим. Молодец. Будет он дальше помогать? Да это хорошо, это здорово. И продвигать надо парня. Ну, молодец. Молодой, но активный. Делает что-то. Хорошо. Не будет помогать. Будет вредить. Кто мешает? Заменить ты. Чего у нас других нет? Есть. Много. Так и здесь. Кто же самое? Будет работать? Хорошо. Не будет работать? Не надо. Сам Шейн носил законопроект. Так вот, заверегу так. Правильно? Так он про себя тоже, наверное, думал. Он знал, что его не примут. Само собой. Другой по-человечу. Что большинством голосов не примут. Тоже знал. Но он имидж себе создавал. Для чего он носил? Вот этот законопроект он носил только для создания визы. Правильно? Значит, человек не правил. И для того, чтобы... Нет, ну он не понимал. Он носил, имея вот такую думу, которую мы имеем. Он не понимал, что там 97, пусть 95 будут против. Понимал? Но вносил он для того, чтобы люди знали, что это можно сделать. И чтобы еще раз пробовать. Правильно? Правильно делал. Александр Юрьевич, здесь вопрос, я как понимаю? Я тоже здесь... Обратиться там можно ко всем, в том числе и население. Знаете, я чего хочу сказать. От кого? От кого? От кого? То есть, может быть, как-то подумать. Вот, вроде бы, получается, без адреса. Как без адреса? Там адреса... Нет, граждане России... Нет, граждане России, президенту и законно предстоит. От его имени. Ну здесь вот надо подумать, что... Это у нас... Это не резолюция. Резолюция... Я понимаю. Тут уже думать нечего. Это мы уже придумали. Это же зависит лично от вас. Согласны? Напишите, заполните. Нет, значит, вы не заполняете. Дальше ничего не требуется. Ну так заполняйте, и все, и пусть дальше остальные заполняют. Все равно мы сегодня уезжаем. То есть, то, что кто напишет, тот напишет. Кто не напишет, знает, что напишет. А у вас много, например, тех, которые будут работать по этому плану по населению? Вы тоже должны быть этим населением, да? Ну, скажем так, не стоит, а сколько хотели. Ну, сколько и 5? А у вас сколько? У вас сколько? Ноль? Ноль. У нас не ноль. У нас просто, ну, те, кто реально будут работать, в Москве, в Питере, в других городах, ну, человек 200. У нас есть членов профсоюза, ну, тысячи, я имею в виду ЛБЖ, эсфенжератор, эсфенжератор, но и сейчас вот сидит здесь товарищ, значит, он в Роспроужели, я так понимаю, состоит. Ну, КПРС, это другой вопрос. Они, скорее всего, это поддержат. Ну, я уж не говорю про РПТ, тут даже в газете, да, написано, что Санкт-Петербургская и Минградская областная отделение РПТ, то есть решение приняли, поддержать участников МИТГР, ЭТСП, то есть даже на учредительном съезде РПТ была принята резолюция о том, что в минертизация и в Минерство. Вы говорите о тех же людях, которые сознательные, значит, дело. Саму собой. А других? Вы, может, и лейду вы не будете им платить, они полетят? Да мы все сумасшедшие, а из всего мы возьмем деньги, кто нам их даст, чтобы платить. Это ваше дело, ребята, хотите гробиться на железной дороге, легко, вперед. Хотите, ну, в Великобритании просто, ну, если кто читал газету, там написано. И это не просто так. Там железную дорогу я называю русской рулеткой. Знаешь, что это такое? Длинная. Доедешь, не доедешь. Еще вопросы? Пожалуйста. В договоре прозвучало слово, значит, национализация. Железная дорога, как я понял, это в тех странах, где прошла приватизация. Вот хотелось бы получить разъяснение. Вот в моем понятии, значит, национализация, это все-таки, ну, я вот так сам понимаю, что это конфискация без выплаты каких-то компенсаций. Это понятие 17-го года, я здесь извиняюсь. Возможно. Вот поэтому я хотел бы получить разъяснение, почему здесь имеется в виду, что будут выкупаться какие-то огромные средства после того, как там все выжато, как из лимона, и, так сказать, платить особые средства. Нет, государство будет вынуждено за огромные средства покупать вот эти железные дороги. Вот смотрите, сейчас, ладно, отойдем от железных дорог. Нет, можно отмечать, не, пока отойдем, какие-то шутки у вас. Значит так, отойдем от железных дорог, чтобы понять надо было, да? Да, нахрен. Вот вы купили землю, вот участок вам выделили 6 соток, грубо так возьмем, да? Или вы арендовали 30 соток на 99 лет. Без права у вас, чтобы ее назад отнять, с правом выкупа после 99 лет. Допустим так, арендовали. Копали себе колодец, выкопали нефтяной фонтан. Разработать его не можете. Каким-то компаниям, вот, только государство. Ну, допустим, такой есть закон. И государство, ваше участок, которое вы сейчас у него арендуете, у вас покупает. То есть сумма, которую вы заплатили за аренду, ну это одномиллионная часть того, что вам государство дает. За свою землю, которую вы арендуете. А если это ваше участок, вы за сколько хотите, за столько продадите. Не нравится, свободен. Теперь дальше. Вернемся к железной дороге. Вы хозяин. Оператор, привозящий пассажирское движение. Вот на этом участке. Ладно. Вы говорите, не, я закрываю нафиг все эти движения, все. Режу на металловом поезда и сдаю. Мне это будет выгоднее. И деньги вкладываю в макаронную фабрику. У меня там прибыль будет. Вам надо прибыль. Вам по барабану железной дороги, движение. Вы ездите на собственном самолете, на собственном вертолете. У вас пять машин. Все, я согласен. Ну, вам надо деньги, а убыточно не приносит прибыль. Я уж и цель не повышал, так, но повышал, что все. Им делаться некто, то не ездить надо. Класс. Я уж не все, что мог, сделал. Машинисты с помощником ездили. Сейчас один машинист. Билет вон. Билетный кассир бегал по поезду у меня. Вдвоем сначала бегают. Сократил. Одна бегала. Сократил. Машинист теперь делает эту работу. Это я не глупости говорю. Это в Англии сейчас так. Там машинист работает за билетного кассира и работает в одно лицо. И под помощником тоже. И у нас так. И у нас так будет. И уже ездят. И есть в КВД. В одно лицо ездят. Вещи обслуживали увеличивать до 700 километров. И даже больше. И билетные кассиры сейчас у нас. Вдовский поезд. Просто яркий пример. Что есть в жизни, да? Раньше им платили. 18 часов. Потом 16. За работу. То есть 6 часов поезд идет туда. Там 6 часов стоял. Сейчас 4 часа там стоит. И назад идет. Вот эти 16 часов. И он покинул. Ну что, здорово-то. Сейчас им платят 12 часов. Знаете почему? 6 часов едет туда. Потом у нее 4 часа свободное время. Личное. Вот она вот захотелось ей в ГДО. Она живет в Питере. Вот в ГДО. Но у нее не просто жить она не может без этого ГДО. Там дыра такая твоя. И вот она там туда катается. Катается. По 12 часов платят. Значит норму часов, чтобы наработать, ей надо лишних несколько смен ехать. Вот члены нашего профсоюза им ставят в том же табле. Один табель. Вот кто в нашем профсоюзе? Им стоит 16. И они отработали сколько-то. И последние там 10 дней, допустим, гуляют. Сверху очень запрещены. Горейки вдвойне. Давай спешим. Согласите. А в другом профсоюзе или ни в каком. У них по 12. Им говорят. Ребята, ну что вы теряете? Ну там женщины. Легко. Ну то есть и работать меньше. А зарплата та же. Зачем? Ну а вдруг они потом когда-нибудь, может быть, на нас наедут. Даже и отъедут. Да ну, с начальством спорить. Ну то есть это система ниппель. Это во всей стране такой дурдом. И когда люди понимают, что кроме них это работа никто не сделает. И видят, что если объединяться, у них сила появляется. Тогда да. А если они этого не видят? С ними бесполезно разговаривать. Но разговаривать надо. Потому что мы живем здесь. Другой страны нет. Народа у нас другого нет. Есть что есть. И вот так вот получилось. Если мы их воспитывать не будем. Те, кто уже понял. Он должен объяснить другим. И научить других. И другого выхода. И ответ на вопрос. Поняли. Есть вопросы? Вопрос, мне кажется, ответ как таковой не прозвучал. Ответ не прозвучал. А почему должны укрепать? Потому что в 17-м году была революция. И потому что взяли и забрали у тех, кто награбил то, что они награбили. Это не революционный путь, а революционный. То есть правильно, в принципе, сделано. То есть они жили за счет других. Паразитировали. У них это отобрали. Если они сами остались здесь жить, хорошо. Уехали, хорошо. Начали сопротивляться. Их пух, пух, пух. Говорит ручной пулемет. И все. А сейчас эволюционный путь идет, так называемый. То есть от социального общества к капитализму к общественному эксплуатации. То есть, значит, идет вперед и назад. И что? И сейчас вот если я частник, я хозяин, то государство-то мое же, капиталистическое. И сидят там такие же, как я. И они за ваш счет, за ваши деньги выкупят по моей цене. А цену же я заломлю. Ой-ой-ой. Вот и все. Ну что непонятно. Если это непонятно, то я тогда же не знаю, что вам объяснять. Не понятно. Не хотел вопрос передрессоровать за сультанами, чтобы идти, а? Да я это. Мне уже ехать надо. Я не успею сказать. Хоть свое мнение. Ну скажи. Александр Юрьевич? Нет. Я не знаю, что это не надо пока. Да все не ясно. Так что ясно-то? Наверное, что я считаю, что ясно. Премьер закончится, потом не зальется. А, ну-ка, ваще-то. Заграничительное. Можно? Можно. Хорошо. Так, приставляться не надо? Да, ладно. Хватит, наверное, и по мере. Давай, что мы не хотим. Надо представить. Союз рабочих. Города Иванов. Так, я не согласен насчет революции. Почему? Потому что здесь ошибка, сама по себе историческая. А в каком плане? В 1897-1996 году царь Николай II все железные дороги, которые были в России, в связи с тем, что они были доведены частным сектором до ручки, он их взял под государственные трубы. И когда революция совершилась, что все железные дороги находились в государственном управлении, и большевики забрали у государства эти железные дороги и их забирали из частного сектора. Они не были частными. Я не прибивал. Значит, почему же царь взял их под свое крыло? В связи с тем, что в течение двух лет своего правления он еще до этого три раза попал в крушение. Один раз попал в Санкт-Петербург, один раз попал на Черноморском побережье, и еще один раз, я сейчас даже не вспомню, три крушения было, в которые он попал, даже с человеческими жертвами. Он направил своих представителей по железным дорогам. И когда те предоставили ему отчет о том, в каком состоянии находятся железные дороги, взялись за горло. Потому что железные дороги находились в упаточном состоянии. Частный сектор не занимался ни безопасностью движения, ни содержанием пути, ни содержанием подвижного состава. Значит, он был уничтожен полностью железнодорожный транспорт. Только после того, когда царь взял государство под свое крыло и начали заниматься этим вопросом, начался вопрос решаться в положительную сторону. После этого началось строительство Транссибирской манистрали, которая дала выход на Дальний Восток, и КВЖД, это Дальневосточный, на Маджурию. Но, конечно, они не успели до 1905 года, потому что там война началась с Японии. Но вы посчитайте, за 8 лет, сколько было сделано и какая была проведена громадная работа в государстве, если спустили сюда на Харьков вниз железные дороги, спустили сюда до Екатерина Дара и сюда на Волгу вышли. Мощнейшая работа в государственном проводилась. Сейчас нас собираются загнать туда, где была Россия в 1897 году. И оно уже, это получается. Товарищ сказал насчет того, что запрещен прием на железную дорогу не сейчас. Это не сейчас запрещен прием. Дело все в том, что эта работа продолжается в течение 6 лет. В связи с этим возросло количество крушений уже на железной дороге. В связи с тем, что с железной дороги уволено 400 тысяч человек за это время вот таким тянущим способом. В этом году 10 случаев крушения. В том числе, значит, 4 случая на северной железной дороге. Это рядом здесь, это Горьковская железная дорога, а северная, откуда я. Конечно, недавно сменили полностью состав всего руководства дороги. Но вопрос-то по-другому не решается. Они только тасуют руководителей. А экономический вопрос не решается. Ни финансово никак не подпитывается железнодорожный транспорт. Ни путем модернизации оборудования, ни обеспечения безопасности перевозок. До чего дошло? Значит, станции ликвидированы частично. Значит, убраны вторые пути. Остановок там уже нету на этих станциях. Следовательно, там, где однопутки, приходится делать обгоны. А если обгон делаешь, то должен быть второй путь. Его нету. Машинист тоже человек. Если сейчас машинисты, в связи с этим сокращением и нехваткой людей, уже переработку имеют чуть ли не двойную по времени, то следовательно, он уже работает на износ. И когда он едет в поездки, а в ночное время он засыпает, ну, конечно, он проедет красный сигнал и въедет куда-нибудь в хвост поезда. Поэтому, ездя по железной дороге, считайте, что вы находитесь в роли самоубийцы, что вам могут или взад, или вперед въехать. Поэтому я, как железнодорожник, всегда стараюсь сесть в середину, и никогда не сажусь в последний и первый вагон. Потому что это чревато последствиями. Чревато последствиями. Значит, сократили путейцев. Сократили путейцев. Пути находятся в страшном состоянии. Из четырех порушений, которые произошли по северной железной дороге, из них два – это по состоянию пути. То есть, уширение пути. Ну, я бы смею, что всегда два – это путейцев. Нет, ясно. Я не буду знать. Здесь было нормально. Ну, иди другая. Человек не знает сути вопроса, зачем говорить. Выступите или ответьте ему в двух словах. Ну, ничего, дискутируйте. Прикинь другая. Значит, нехватка людей. Первый случай, когда произошел, так там вообще ехали машинисты с помощником, не буду вас задерживать долго, ехали с грузом на Архангельск. На Архангельск, да. Локомотивных бригад не хватает. Взяли локомотивную бригаду с Ташкента. Из Ташкента, не зная, как следует путей, не выработал необходимое количество часов даже поездок по этому пути. Он же машинист. Прежде чем его поставить на этот участок, он должен в течение хотя бы года отработать помощником машиниста и узнать, как следует профиль пути. Здесь его ставят. Он садится с помощником, значит, поехали. Ну, произошло крушение. Контактная сеть там накрылась, так как вагонами посбивало сзади эти столбы контактной сети. Они остановились. Вокруг снега, выше головы, Архангельск, зима, январь месяц. Они, значит, сидят, ждут, когда им включат контактную сеть. Включали, включали, включить не могут. Их спрашивают, ну вы сходите. Он спустился, упал снег, провальнулся там выше головы, подавернулся. Сходил, посмотрел, все нормально. Значит, сзади подъезжает для того, чтобы выдасткивать их за хвост, смотрит, а там навалены, что-то, значит, чего. Ну, такая ситуация, я говорю, как в дурацком фильме. В общем, железные дороги уже сейчас находятся в опасном состоянии. Сам подвижной состав уже пришел, можно сказать, внеугодность. Я о вагонах не скажу, а то, что я связан с локомотивами, с локомотивами, то они уже выработали свои 80% ресурсов. И необходимо применять немедленно какие-то меры. Министерство занимается этой работой. И вроде бы можно было бы ее решить, но необходимы финансы. И вот весь вопрос упирается к финансы, о чем они и говорят постоянно, и к чему и призывают, что, дескать, приватизация для того, чтобы поступило финансирование. Но я не знаю, что у них там получится, вряд ли, что из этого выйдет. Ваши отношения к реформированию, что можете предложить для председания Российского комитета? Я согласен с товарищем предыдущим, который докладил насчет сбора подписей. Я не знаю, как там составлен документ, но сбор подписей необходимо проводить. И железнодорожники, железнодорожники, они будут в обязательном порядке, все независимо, кто там, руководители, еще обязательно будут давать свои подписи. Я знаю установку, которая сейчас. Даже руководители. Не надо, не надо, не надо, не надо говорить. Потому что... Александр Юрьевич, я встречаю... Я думаю, что вам сделать замечание. Или я вас провожу... Я сам иду, я сижу молчу. Чего раньше? Я до вас не буду варить. Вы у нас занимаете... Вчера заняли полтора часа пустого времени. Сейчас вы нам опять мешаете. Ничего не случилось. Нормальная реакция, потому что руководители... Дело в том, что руководители... Я знаю людей, которые... Отрицательные руководители относятся к этой всей приватизации. И они переступали прямо... Заместители начальника дороги, которые выступали перед локомотивными бригадами. Я говорил, это приведет к безопасности движения. Правда, он уже не работает, конечно. Но есть и другие. Я знаю руководителей предприятий, которые пробивают этой приватизации. Так что не надо говорить. У меня старший... То есть заместитель мой, ну, вышестоящий руководитель, зам по ремонту. Он говорит, доведут страну до ручки. Доведут страну до ручки. И не надо говорить, что все мерзавцы, все мерзавцы, один я хороший. Значит, поэтому сбор подписей необходим. И я считаю, что эту работу необходимо проводить по всем предприятиям. И для этого я возьму, если у вас есть экземпляр, обязательно. И только надо будет договориться, как мне потом вам это все переслать, чтобы где-то это все концентрировать. Так, значит, по ФНПР, значит, такая же негативная реакция и профсоюза. У нас состоялся по приватизации на втором профсоже заседание. Четыре руководителя профсоюзов четырех отделений выступили категорически против этой приватизации. И сказали, что необходимо ситуацию менять и потребовали у профсожа, чтобы он разбудел эти вопросы еще дополнительно. Так что не так все это просто. Не так просто. И по профсоюзам я скажу, значит, конечно, у вас есть негативное отношение к ФНПР, но я бы сказал, что не надо ко всей организации профсоюзной относиться одинаково. Есть руководители, которые свои корыстные какие-то интересы защищают. А есть я думаю, товарищи, которые думают точно так же, как и вы. Но нам необходимо что сделать? Нам необходимо заменить руководящий состав ФНПР, начиная с нижних слоев. Потому что я знаю таких руководителей профсоюза, вот как у нас на автокранах Кашина, которые мне не дадут соврать, которые защищают простых людей через суд и, значит, в любом спорном вопросе. И защищают, всегда становятся на стороне человека труда. Так что никогда, никогда проблему не надо однозначно ее трактовать, что это так и все. Вот это наш враг, и мы должны с ним бороться. Надо его руководящий состав разваливать, это да. Те, которые против рабочих. А саму организацию, я не думаю, что есть смысл разрушать. Так, мои предложения. Ну давайте я свои предложения сочетаю, потом еще пару слов скажу. Значит, какие предложения я хотел бы заключить, я здесь оставлю. Не знаю, может быть это будет и наивно. Может наивно. Но, как вы считаете, нужно. Возьмете, так возьмете. Тарифные льготы на перевозимые грузы по железнодорожному транспорту, на железнодорожную массивую, предоставляемые государством, покрываются из государственного бюджета. Потому что у нас получается как? Государство предоставляет льготы, значит, нехтяникам, своим, значит, знакомым Абрамовичу и прочим, прочим, для того, чтобы у них льготные были транспортные. Предоставляет угольщикам, предоставляет, значит, по вывозке древесины. А все это ложится, значит, на железнодорожный транспорт. Это одна, значит, из форм поступления дополнительных средств. Запретить МПС устанавливать тарифные льготы на перевозимые грузы. Потому что точно так же действуют и железнодорожники. Если у меня там брат работает где-то, хороший, ему надо оказать помощь, я ему льготы дам по тарифам. Он проедет, провезет, и мы с ним поделим, получим дополнительные, значит, прибыли. Посреднические фирмы, занятые обеспечением предприятий жизнодорожного транспорта материалами и запасными частями, лишаются такого права. Все работы по обеспечению возложить на службу материального и технического обеспечения МПС, которые они должны производить напрямую с производителем, без посредников. Восстановить работу в полном объеме для покрытия потребностей заводов по производству запасных частей и материалов для ремонта подвижного состава МПС. Дело все в том, что эти заводы Аксененко 4 года назад целенаправленно разрушил, потом насажал посредников, и этим путем они пытаются, ну, наживая гений там. Все тут это как одна общая программа. Установить долгосрочные кредитования МПС из резервного фонда правительства на развитие заводов и научно-индивительского института по строительству конструктивно-нового подвижного состава. Дело все в том, что подвижной состав у нас находится пока что в том состоянии, который уже давно не используется на Западе. Там у них ремонт и замена деталей проводятся крупноагрегатным методом, то есть блоками меняется лучше, чем строй. У нас же до сих пор ремонт идет подетально. Финансирование, активизировать работу по применению на железнодорожном транспорте новых разработок по обеспечению безопасности движения поездов в современных советсвязи. Обязательно потому, что у нас не проработана система до сих пор к лопущу, которая не обеспечена полностью по железнодорожному транспорту. Для этого необходимо финансирование. Кто должен финансировать МПС или государство? Кто больше должен в этом быть заинтересован в сохранности людей? Это вопрос уже надо решать. Ну и последнее. МПС изыскать внутренние резервы для проведения в течение двух лет капитального ремонта тягово-подвижного состава. Дело все в том, что сейчас разработки есть колобинским заводом, который на базе вот этих тепловозов, электровозов старого типа. Разрабатывает новые обороны, устанавливает полностью, модернизирует. И получается тепловозы в современном состоянии, если он раньше был, например, 2510 УТ, то теперь им еще УК дают. И он может еще эксплуатироваться в течение 10 лет, этот локомотив. Это как раз даст возможность локомотивостроению вновь строящимся на вот этот промежуток времени. Пока новые строятся, мы смогли бы на вот этих старых локомотивах еще, которые дополнительный ресурс увеличить, решить эту проблему. Вот такие предложения. Ну, я, конечно, не могу сказать, ну, другому хозяйству, ну, вагонники, там проще. Конечно, есть другие еще предложения. Есть предложения еще частично провести приватизацию железнодорожного транспорта. Я бы тоже даже с этим и не спорил. Почему? Часть, например, пассажирское движение, билеты и прочее, прочее, бог с ним, пускай уходит в частный сектор. Тяжело, конечно, для потребителя, но этим самым могли бы сохранить сам железнодорожный транспорт. Потому что пассажирские перевозки отнимают самое большое количество финансовых средств в уроке железнодорожного транспорта. Потому что за счет грузовых перевозок покрываются пассажирские, за счет прибыли. И еще, значит, такие, ну, социалку уже сбросили, так что там сбрасывать-то уже нечего. Уже все, социалку сбросили. Так, пожалуйста, это вот это мое предложение. Так, теперь следующее, последнее. Значит, не последнее, предпоследнее. Я всего 10 минут. Уж разрешили. Есть уже 17 минут. А 10 больше. Я скоро уеду, мы с вами встретимся, может, через год. Ускорее. 10 октября будет проводиться, значит, митинг, митинги и акции протеста по всей стране. Мне, конечно, неприятно было слышать здесь, что это политиканство, что это Зюганов там для повышения своего рейтинга и так далее, и так далее. Дело в том, что если бы это сказал, конечно, немцов, то я воспринял бы это как нормально, потому что другое я от него не слышал. Но в этих стенах это услышать мне было бы очень неприятно, потому что я всегда считаю, что мы работаем в одном ключе и на выполнении одной задачи – облегчение жизни простого народа на защиту его интересов. И никогда, никогда мы не искали, значит, простых путей и простых решений, конечно, в этих сложных вопросах, но в то же время мы и не люди, которые пытаемся сделать на этом какой-то себе политический капитал. Мне, например, сугубо наплевать, где буду я, кем, и расти я дальше не собираюсь, но меня беспокоит то состояние, которое сейчас происходит в стране. Такая же ситуация и с товарищами, с моими попартиями. Я прошу, значит, просто не надо между нами наводить какие-то, значит, вот такие, конфронтацию, значит, непонимание. Давайте все вопросы решать единые, потому что я согласен вполне с товарищем, который здесь доклад делал, о том, что если мы не объединимся, мы не решим ни одной проблемы. У тех, у кого деньги, у них есть возможность диктовать власть. Если мы сможем объединить народ вокруг себя, не только коммунистов, я говорю, просто вокруг здравомыслящих людей, мы сможем решить проблемы, независимо от того, есть у нас деньги или нету. Потому что коммунисты такие же бессеребрянники, как бы у нас там денег-то нету совсем. Так, и еще хотел спросить, кому дать свои предложения по изменению в кодексе законов о труде? Потому что у меня есть по одной статье, это конкретно, статья 259, которую необходимо менять, я уже поднимал этот вопрос на пермобайской демонстрации у себя, значит, направили в Думу письмо, то есть резолюцию с моим предложением. Но я чувствую, что там это бесполезно, хотя бы через вас. Потому что 259 статья, это трактует о предоставлении льгот для женщин. И у нас получается, что женщина, имеющая ребенка до трех лет, она не может отправляться, быть направлена в командировку. А если старше трех лет, то пожалуйста, но если женщина одиночка, а уже такие случаи есть, и отправляют в командировку, она бросает своих детей, не знамо на кого, на соседей. Едет в командировку, это нет, извините, нету в согласии, более с трех. Обязательно, надо необходимо вернуть то, что было в старом кодексе закона о труде. Там вот это был прописан идеально. Можно? Можно посоветовать кому отдать? Геннадия Андреевича отдать из Югана? Хорошо. Я просто использую тот случай, которым я подвернулся под подругу. Можно же, брат, кладу буквально полгода. Дети, значит, тут складываюсь впечатлением у некоторых товарищей, что значит в стенах этого здания, этой комнаты, значит, мы собираем только рабочих профсоюзов, значит, мы конфронтуем с КПРФ, с партиями, видит Бог. Этого никогда здесь не было. Не было здесь никогда этого. Мы на протяжении уже нескольких лет только говорим, значит, о сотрудничестве с профсоюзами. Будь то ФНПР, пусть то там защита, рокеры, единство. Но другой вопрос. Одни профсоюзы вносят здесь вклад в нашу работу больше, другие меньше. Третьи совсем ничего не вносят. Вот хорошо, что с Красным Соромом сегодня присутствует, ну, буду говорить, председатель правкома на сегодняшний день. И вчера был, и сегодня пришел. А бывает, что и нет никого. Но это не наша вина. Мы всегда к ним обращаемся. Мы вызываем людей в цехах, чтобы они активно участвовали в работе цехов, в комитетах ФНПР русских. Там же в ФНПР миллионы людей. С ними надо работать. Это рабочий класс в основном. И потом. Кто же сказал, что мы против Зюганова? Мы тонны бумаги перетаскали в предвыборные компании за него. А вот, значит, наши районные руководители КПР, значит, вот за золото, за нашего, мы его выдвинули к кандидатам. Они сошли необязательным это делать. Они предпочтили его, значит, Союз правых сил, Шумилков там, еще там кто-то. Так что не в наш адрес, значит, камень надо, значит, кидать, а в чей-то другой. И как следует. А в акции мы будем участвовать. И участвуем всегда. Не было такого, чтобы мы, значит, нас позвали, и мы не пришли. Нам слова иногда не дают. Намительные. Пожалуйста, не волосы. Я взял слово, чтобы, во-первых, благодарить наш товарищей, который работает на пилетной дороге и хорошо знает обстановку, и донесли до нас свою боль. Вот, во-первых. Во-вторых, я хотел бы, как консультанта Российского комитета рабочих, покаяться перед Российским комитетом рабочих за то, что, несмотря на предпринятые мои усилия, видимо, в силу недостаточной работы, мне не удалось. Но, значит, хотя я отвечал за подготовку этого вопроса, должен был бы вопрос подготовить. Мне кажется, что наши уважаемые товарищи очень хорошо разведывали ситуацию противника. Как вот здесь Александр Леонидович сказал, что идет борьба эксплуататоров с эксплуатированием. И они, так сказать, глубоко проникли в стан эксплуататоров, как разведчики наши. И глубоко открыли разведку, каждый из них, как Ким Филл, нам всю обстановку доложил. Ну и осталось только, значит, сформировать планы операций и повести, так сказать, борьбу с этим. А вот что касается формирования плана операций, я еще раз говорю, что не смотря на попытки, так сказать, с моей стороны призвать, видимо, я, так сказать, не смог это сделать, потому что никакой программы, так сказать, такой программы, которую Денин получал, доклад, к сожалению, вот в отличие от последнего выступающего, он, значит, свои пункты дал. Я хочу сказать, что это не вина ваша, Александр Юрьевич, это, вот, я бы сказал, беда и трагедия нынешнего вообще рабочего класса. У нас, так сказать, вся наша армия, паралитарская, так сказать, рабочая, она, так сказать, вся составлена из разведчиков. Там нет ни ведетчиков, ни танкистов, ни артиллеристов, ни пехотинцев, которые шли ему вперед согласно единому праву планы. Нет там стратегов, практически командиров, которые бы там отделение, рот, заводов, которые бы узнали, что им нужно взять эту высоту. Нет. Все хотят быть разведчиками. Значит, скажем, Касьянов рассказывает, что он собирается сделать, и Арбюнов рассказывает, что собирается делать Касьянов, так он более подробно рассказывает, тщательно это дело нам обсасывать, чтобы мы знали, какую гадость они хотели сделать нам. Скажем, еще один какой-нибудь начальник или командир от уполовного класса делает нам худо народу, мы хотим сделать, чтобы народу стало врачи не меньше. Это все в теме явление. Когда наши деятели печатают с крупнейшими, огромными тиражами в нашей газете, в газете «Завтра», в газете «Дуэль», что они хотят уничтожить наш народ. Где спор? Спора нет. И те говорят, что мы хотим уничтожить. И те сейчас вот перепись будут проводить, чтобы посмотреть, сколько осталось, как оно делалось. То есть, следует из-за этого, что разведка не нужна. Не следует. Следует из-за этого, что мы не уважаем разведчиков. Мы очень уважаем, мы ценим. Это люди, которые делают колоссальные в важности работы, без которых никаких операций, так сказать, победоносных. Нет, быть не может. Вы пойдете вслепую, так сказать, поедете в Турмане и разобьете. Поэтому, скажем, я еще раз хочу сказать, что мы можем поблагодарить наших товарищей, железнодорожных, которые мы сейчас теперь, за то, что они нам позволили более правильную картину для себя оценить. Но, я хочу сказать, что это проблемно, потому что не железнодорожные. Мы не можем поверить в том, что они не выработали программу. Потому что борьба-то тут не может быть со стороны железнодорожников. Ездят на железные дороги не железнодорожники. Железнодорожники нас возят. А получается, что люди до сих пор, они бьют во все колокола, так сказать, и нам говорят, что происходит, а программа, которая противостояла правительственной программе, до сих пор нет. И вот так получается, что никто пока в России, никто в России, никакая партия, никакой человек на сегодняшний день так программу и сформулировала. А что же надо? Я хочу сказать, можно об этом рассказать на колоссовском языке, что вот то, что нам говорили, это правильно. Но вот гиги говорят, что правильность не есть истинность. Потому что кроме одной правильности, так сказать, и другое правильно. Вот. А если этот человек хочет победить или хорошо столкнуть, он должен сначала размахнуться. Вот у нас почему-то сразу считают, что надо сразу бить. А надо размахнуться, пошли. Потому что когда мы дадим позитивную программу, даже если мы хотим заклеймить и показать гнусность того, что нам предлагают все равно, чтобы надо нам было сделать. Потому что с чего начинает правительственная программа? С того, что они хотят. Они не с приватизации начинают. Не с приватизации. Они хотят, чтобы... И вижу это в своей программе. Что надо, чтобы наш железнодорожный транспорт был более комфортным. Чтобы скорость транспорта была увеличена. Чтобы он был более безопасным. А для этого нужны финансы. Поэтому надо финансировать. А для этого финансировать. Надо его приватизировать. У них получается все гладко и красиво. А у нас получается, как у Хулигана, которые против этой прекрасной такой программы. Людям-то хотят сделать, чтобы они быстрее ездят. Так, комфортно. А мы, значит, все палки в колеса вставляем. Бузят железнодорожники. А тут к ним присоединяются представители других профсоюзов. Так сказать, и российский комитет рабочих. И мешают нашему дорогому родному. Вот, говорит, правило. Буду обеспечить нашу лучшую жизнь. Действительно, как показывает опыт. Говорит, мы пустили поезд. Помощник, и он доехал. Эксперимент проводили. И в некоторых случаях доезжает. И заварит. Вот, говорит, эксперимент. И, говорит, показывает, что можно. Ну, а то, что я тогда не доезжаю. Сумолеты не доезжают. А кому, это легко. То есть, я что хочу сказать. Что нерешенной у нас остается задача. Нерешенной. Мы должны только, если мы ее, кстати, не решим. По крайней мере, в этом констатике. Формирование программы позитивно. Развитие с Дорожным правом. С чего бы надо начать ее формировать. Я уже буду, как говорится. Ну, вот она, раз нерешенная, то и я не претендую. Естественно. Какие джидуты, что-то. Я не могу. Я не могу. Значит, без слова у вас. Без ограничений. Вырученное слово. Не получилось, что я ограничение. Извините, вам доклад без ограничения. Ну, нет. Я могу вообще больше ничего не говорить. Мы сладе. Вы просто хотите говорить тогда, когда другие говорят. А когда вам нужно говорить, вы позитивно. Программы не излагаете. Вот в чем дело. Сейчас вот. Вам не нравится, что кто-нибудь говорит. Ну и что? Может быть, вы правы, а я не прав. Может быть, вы трижды правы, а я не прав. Я говорю, что я сейчас глупости свои скажу, а вы заключите, что у вас ни слова не у меня. Я после вас ни слова не скажу. Вы после этого разобьете меня на все, так сказать, там, пух и прав. И ничего, это нормально совершенно. Сложная проблема. Так вот, с чего, я думаю, должна начинаться программа. Программа должна начинаться с того, что вот представители профсоюзов, я думаю, что речь должна идти о профсоюзной программе, что профсоюзов выставляют, как программу развития железнодорожного транспорта. Не реформирование, это неверно. Я не соглашусь, например, с тем, что реформа – это что-то положительное. Это совершенно неверно. И нельзя по этому подписываться. Реформы, как показало то, что творил Горбачок, и то, что творили другие, бывают разные. Можно превратить дворец в сарай. Это реформа. Я изменил форму, превратил сарай. А можно хлеб превратить в дворец. То есть у нас, скажем, есть конюшки, из которых высадочный зал сделали. А можно высадочный зал проразить в конюшни. Поэтому нельзя вообще выступать за реформу. Потому что смысл получается того, что… Какой смысл реформы? Корабль плывет в смысл движения в чем? В том, чтобы плыть. Мы идем путем реформ. То есть в никуда, в туман. То есть я думаю, что… Поэтому вообще говорить, что наша цель – реформа, совершенно невозможна. Значит, мы не должны поддерживать реформу вообще, а конкретно какую. Вот какую надо сначала отобрать у правительства то позитивное, что оно объявляет перед всем народом. Вот, прежде всего, профсоюзы хотят обеспечить скорость, разветвленную сеть по всей стране, комфортность, безопасность и по низкой цене. Это первый пункт. Вот это мы должны еще сказать. Цель – проводимых изменений нашим дорожным транспортом. Даже если эти цели у нас с правительством совпадают, то мы дальше будем доказывать, если они даже совпадают. А уже они немножко не совпадают. Мы немножко, я думаю, лучше старт. И у вас уже лучше сказано. Аксалин Юрьевич, у вас сказано в вашей статье, вы ее писали. У вас нормально написано. Мы обсуждали, написали-то вы. Вы написали там гораздо лучше и красочнее, чем, скажем, вот кому-то из нас приходило в холод. У вас очень хорошо это написано. Ну, это вот просто на всех на нас вот давит, то, что на нас наступает, и мы начинаем говорить о них. Все, они хотят, чтобы мы все время говорили о них, о них, о правительстве. А надо говорить о том, о том, о том народе. Так вот первое. Я думаю, что мы можем это сказать и зафиксировать. Это раз. Второе. Второе. Что для этого нужно? Нам придетесь в голове. Конечно, нужно ЕГЭ. Но это, если мы тут скажем так, правительство хочет нам дать современные, значит, высокоскоростные поезда, а мы вроде как предлагаем нам капитально ремонтировать, старый парк. Не звучи. Не звучи. Это, как сказать, промежуточное дело, что если нет пока нового, на подходы и так далее. Но если мы спишем программу, то давайте программу напишем перевооружить. Все. Наши транспорты, также дорожное количество. Все. Что нужно перевооружить? А все. Там, где рельсы плохие, рельсы сминили. Где путь, плохой путь? Так сказать, привести в порядок или вообще сделать других. Так? Все, как и в системе автоблокировки, весь подвижной состав другой сделать и так далее. Вагоны должны быть другие. Все, ну, разумеется. Следующий шаг какой? Следующий шаг, который правительство не будет делать и нигде не написало. Нужно, чтобы у нас работники на дорожном транспорте получили совершенно другие, лучшие условия труда при оплате. Вот это нужно записать. Вот здесь, между прочим, почти не прозвучало. Почти не прозвучало. А что для этого нужно? Потому что если вы хотите ездить на коне, так вы накормите этого коня. Если кто-то хочет, так и на дорожниках ездить, так вы уж парни. Видите, вы дайте им нормальную зарплату. Вот что же здесь Оксан Юрьевич говорил. Видите, туда я доехал, там я отдыхаю, видите, в городе, в Гдове. Так, значит, первое, что нужно сделать, это сделать им нормальный рабочий день, нормальный рабочий время. Раз. Второе, им нужно повысить заработную плату. Третье, нужно прибавить, а не убавить, чтобы они не перенапрягались. Потому что если едет один машинист, или ездить полуроводники, один на два вагона. Так, как сейчас нам говорили, сейчас полуроводники у нас расширяются. Ясно, что зато ничего хорошего не выйдет. Более того, если это нужно обосновывать, давайте обосновим, что главная производительная сила всего человечества, это не средства производства. Это не поезда, между прочим, и не рельсы. А это работники, а в данном случае это железнодорожники. И если общество хочет быть обществом, единой России, там у нас есть фракция Единой России. Да какая это фракция Единой России, если вы железнодорогу уничтожите? У вас Россия распадется, потому что вы не доедете за то, в конце, в другое. Нет общественных связей, и нет единства. Поэтому если мы хотим это сделать, так мы должны прежде всего, поднять престиж, значение труда, и соответственно, оплаты железнодорожников. Мы должны красной строкой написать. И мы должны это сделать, не ради даже железнодорожников, а объяснить каждому трудящемуся. Если ты хочешь, чтобы тебе жилось хорошо, чтобы ты концы не отдал, когда ты поедешь в поездки, ты-то подумаешь, чтобы железнодорожники жили хорошо. Вот что мы должны сделать. Это мы должны подчеркнуть. После этого мы ставим вопрос, а где деньги? После этого только. После этого, а не до этого. А где деньги? Значит, друг и приятель нашего президента, товарищ Сипашин, проверял, проверял, и выяснил. Так? Мы знаем, что он за птицей, но и то он же выйдет. Потому что они, например, с собой дерутся, кто кого выпил, кто кому глаз выпил. И определил, что деньги, которые выделяются государством на грязную дорогу, утекают, ну, мягко говоря, надо было сказать, что разворовываются. Но это им никак не выговорить. Не выговорить. Поэтому деньги эти используются нецелевым образом. Огромные суммы. Поэтому, а каких-то, так сказать, дополнительных сейчас, может быть, когда это ведь разворовывается, первый фонд, который вы должны поставить, перекрыть все каналы разворовывания или нет целевого использования средств, которые государство выделяет на железную дорогу. Так? И вот наши товарищи, совершенно правильно говорят, сделать прозрачным это финансовое, чтобы можно было проверить, чтобы пошли, проверили профсоюзы, и поняли, куда деньги выплывают. Уж те, которые выделяются. Хотя те, которые выделяются, не достают. Я тут совершенно согласен с Александром Юрьевичем, что как только попадут в частные руки, как только попадут в частные руки, естественно, участникова не заставить и тут возить, если ему показать, что лучше купить, скажите, киоск. Он закроет, в кассу поставит киоск. Он разрежет полотно, сдаст металлоном. Это его право, святое право частной собственности. Поэтому здесь тоже нужна позитивная программа. Противная программа нужна так, что мы должны укрепить и развить собственность государства на эту самую настость. Все средства железной дороги. Можно ведь и в отрицательной форме сказать, не привыклизировать, а можно сказать, что собственность государства укрепить и развить. Это и есть. Не допускать подботаривания. Так вот. А тогда вторым пунктом пресекать все попытки их частично законно или незаконно приватизировать. То есть воровать или разворовывать на законных основах. Что такое приватизация? Ну, тут хорошо, объяснили. Расточить каждое законное основание после соответствующего решения правительства. Там такие не сидят. То есть средства. Второе, значит, ясно, что при таком запущенном состоянии железной дороги средств от самой прибыли в железной дороге может не хватить на то, чтобы обновить и вот все эти мероприятия осуществить. Значит, государство должно в бюджете заложить соответствующие средства на развитие железнодорожного транспорта. Когда люди говорят, что нужны деньги, это ерунда. Деньги не нужны для развития. Для развития нужно трудиться с помощью тех средств производства, которые есть в стране. А деньги это доступны на посредствах для некоторых. Поэтому, если вы не планируете развивать свои железные дороги, если не планируете развивать металлургию, у вас железная дорога и металлургия захереет. Если вы планируете развивать только поездки на Кипр и туда и деньги отправлять, то, естественно, у вас и будет производство хереть, а туристические фирмы будут богатеть. Значит, поэтому это не вопрос. Вопрос совершенно тут ясный. В государственном решении должны быть защищенные статьи направлены на осуществление вот этих позитивных мероприятий по развитию железного транспорта. И, наконец, я думаю, что мы должны вот эту программу, пусть она будет там в 4 или в 5 пунктов записанной. Я думаю, что в моем состоянии, я, Александр Юрьевич, говорю, что она у него уже прямо уже и записана, но он пока не артикетик. Спасибо. Но он, я думаю, в заключительном условии ее и вытащит, так сказать, и в этом был его такой замысел. А пока у нас немножко так остался артикетик. Так вот, мы должны сказать, что вот есть профсоюзная программа развития железного транспорта, а вот есть негативная программа, причем профсоюзная программа прогрессивная, а правительственная программа реакционная. И вот правительство выступает, к сожалению, к сожалению, правительство должно было выступать за прогрессивную, но, к сожалению, выступает в против профсоюзной программы. И мы это вот уже отработали, мы уже имеем опыт. И дело не в том, что мы сейчас этого думаем. Мы же этой тактики придерживались при продвижении этого кодекса. Если бы мы сказали, что мы против правительственного кодекса, он бы был принят на три года раньше. А мы говорили, что давайте, вот мы за прогрессивное правительство, это был один депутат, потом два депутата, потом три и так далее. Мы набираем. Потому что единство, вот здесь товарищ Григорьевич, это тоже большая проблема. Единство, можно сказать, не по принципу. Чем больше каша, тем больше единства. Давайте все с разными позициями, взглядными представлениями и программами, соединяться вместе. Будут вместе против выступать. Вот всегда единство построено напротив, это никакое не единство. Вот мы туда не пойдем. А если мы туда не пойдем, вот поэтому у нас единство, это значит, этот пойдет туда, этот туда, этот туда. И мы все разберем все как встало. Потому что у нас единство только в одном, что мы туда не пойдем. А единство может быть только в том, что мы вместе пойдем вот туда. Хорошо, давайте поспорим, пойдем не туда, вот туда. Но только давайте решим, куда мы пойдем. Так вот я хочу сказать, что единство может быть только на позитивной программе, только. И всякое утверждение есть абсолютное и всеобщее отрицание. Если я решил, что я пойду туда, значит, я отрицаю все остальные движения, все остальные направления. Мы, это вот, ну, это есть наука, и это есть, так сказать, история, это есть человеческая практика. Если мы хотим выиграть в какой-то операции, так, то как известно, как говорил Тарас Суворов, дорогов не считают и бьют. Ну, что мы там, сколько у них, много там трогаешься.